Они, конечно, идут не на Гоголя. Ради удовольствия видеть на сцене Костолевского, Немоляеву и Филиппова, саратовцы не жалеют ни времени, ни денег. Билеты на спектакль театра имени Маяковского доходят до 5000 рублей. Светлана Немоляева из привычного киноамплуа страдающей женщины превратилась в суетливую сваху. Игорь Костолевский застыл между двумя звездами, безымянный и пленительного счастья, спокойный и благородный как памятник. Неделю назад Игорю Костолевскому исполнилось 66, а он до сих пор играет жениха. Из этого спектакля выросло не одно поколение невест и омолодились соперники. Гоголевскую женитьбу поставили еще в 96-м году. Михаил Филиппов признался, он так давно играет в спектакле, что уже и не вспомнит, что хотел сказать режиссер. Успех любого спектакля по классике, если режиссерам в соавторстве с актерами удается не слишком испортить и изгадить этого классика, то успех все равно стоит приписывать в первую очередь автору пьесы. И в Москве, и в Саратове, и в любом другом городе их женитьбу принимают на ура. И это понятно, говорит Филиппов. Сегодня в театр приходит совсем не тот зритель. Они не знают, зачем они пришли. Сейчас же все залезают в интернет, я не особенно умею им пользоваться. Но там достаточно двух слов, там три часа ржачки. Ну и все, давай сходим, давай сходим. Женитьба от театра Маяковского действительно три часа ржачки. Двадцать два притопа, двадцать два прихлопа, полсотни штампов и зритель счастлив. По большому счету, сегодня саратовцы не увидели ничего нового. А вот на 17 сентября намечался спектакль «Август графства Оссидж». Премьера пьесы американского драматурга Трейси Летца, обладателя престижной пулитеровской премии, в России состоялась в 2013 году на сцене театра имени Маяковского. Но, видно, не судьба. Саратовский театр, как оказалось, не отвечает техническим требованиям. Анна Головчинская, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив. Анна Головчинская, Олег Буланов.